здравствуйте меня зовут екатерина капличная я сегодня проведу с вами встречу на тему удаленной работы и программ которые нам помогают в работе из дома мы подготовили несколько информации об этом как приучить домашний офис что делать чтобы работа на дому не вредила нашему здоровью и как хорошо подготовить домашний офис чтобы быть эффективным и достигать своих целей на все вопросы мы ответим во время дискуссионной панели которая состоится в конце нашей встречи задавать вопросы можете в главе предназначены для этого так как только она появится подождем еще пять минут так чтобы все успели подключиться тем временем мы рекомендуем вам поделиться своим мнением по наиболее важным вопросам нашей темы как вы думаете рабочие места которые вы выбираете из нашего домашнего ассортимента является значительным мы также будем рады узнать о ваших способах поддержания мотивации и в этот свободный момент пожалуйста поделитесь своими мыслями и рекомендациями относительно планирования работы а Продолжение следует... 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 И у нас есть такие методы, которые мы рекомендуем. Техника глубокой работы. Эта техника заключается в максимальной фокусировке во время 90-минутного сеанса. Лучше всего тогда отрезать от внешних раздражений, например, носить наушники. Важно сообщить членам домохозяйства, что теперь в течение следующих полутора часов мы исчезаем в нашем мире и будем интенсивно работать. Мы понимаем, что иногда 90-минутные сессии могут быть трудными по многим причинам, поэтому это очень хорошая альтернатива. Следующая у нас есть техника помодора. Это 30-минутные интервалы работы, после которых мы делаем небольшой перерыв. Различные приложения для смартфона или компьютера помогают в освоении этих методов. Когда мы говорим о перерывах, мы не можем забывать о форме, в которой они приносят наилучшие результаты. Активные перерывы – это не все, что помогает при удаленной работе, потому что даже при обычной работе в офисе легко потерять нить в большом объеме обязанностей. Вот почему планирование является таким важным элементом. Стоит проверить цели с вашим руководителем или с самим собой. Хорошо подумать о том, что сейчас самое важное. Текущие ли цели, которые у нас были до кризиса, остаются в силе? Если нет, то стоит внести изменения, чтобы мы работали над важными вопросами. Планируем больше, чем до ужина. Планирование рабочего дня должно начинаться, по крайней мере, накануне, чтобы мы знали, с чего начнем наше утро. Конечно, если у нас есть такая возможность, самое удобное решение для нашего мозга, которое позволяет сохранять спокойствие и минимализировать стресс, планировать целую неделю. Управление ресурсами. Очень гордо звучащий принцип, который содержит много компонентов. Но, к счастью, мы не сломаем его и не утомим вам определениями из книг. Самое главное при удаленной работе – это знать, какие ресурсы нам нужны для решения конкретных задач. Так что же делать, чтобы систематизировать ресурсы, необходимые для работы? Просто ответьте на несколько основных вопросов. Как я хочу связаться с клиентами? Как я хочу связаться с коллегами? Где я могу планировать свою деятельность? Как я могу отслеживать, если необходимо, сообщать о ходе выполнения задач? В качестве ответов на эти вопросы мы поможем с инструментами, разработанными для многомерной работы. Обычно это решения SAS, то есть те, которые существуют в облаке и не требуют установки на вашем компьютере. И данные, содержающиеся в нем, могут быть доступны с любого автоматизированного устройства. Например, мы в команде используем инструменты G Suite и платформу Monday.com. G Suite от Google – это, помимо прочего, почта для общения, планирование календаря и встреч для видеоконференций. Есть еще много решений, которые упрощают повседневные задачи и помогают в совместной работе, когда мы не можем подойти к коллеге или коллега по команде не может подойти к нам и обсудить конкретный вопрос. Но вы, вероятно, уже знаете эти решения, потому что в настоящее время эти типы пакетов являются одним из основных инструментов во многих компаниях. Место, где происходит гораздо большее по удаленной работе, является Monday.com. Monday.com – рабочая операционная система и инструмент для агрегирования данных в одном месте. Это позволяет соберять необходимую информацию и отображать ее простым способом. Monday.com идеально подходит для управления проектами и повседневными задачами, но также полезен в качестве коммуникатора или базы знаний. Теперь мы видим стартовый экран, который, к счастью, не имеет никаких уведомлений, которые бы указывали на то, что мне нужно что-то сейчас сделать. Слева вы также можете увидеть несколько красочных иконок, которые показывают один из трех основных элементов, образующих Monday.com. Это рабочие пространства. Их можно сравнить с большим шкафом, потому что они собирают папки и доски. В Monday мы это называем boards. В каждом рабочем пространстве мы можем иметь любое количество папок и таблиц. Папки, как обычно, используются для объединения определенных файлов, но в этом случае файлы являются массивами. И именно этот элемент является сердцем платформы Monday.com. Эта таблица показывает нам планы на апрель 2020 года. Я знаю, что на первый взгляд здесь происходит довольно много. Много цветных стихов, истолбцов, фотографий. Здесь кажется, что есть хаос, но правда совсем другая. Пожалуйста, посмотрите здесь. Моя доска делится в основном на недели текущие, будущие и другие группы, которые иллюструют следующие важные периоды. В каждой из этих групп есть определенные задачи, которые должны быть выполнены в указанный срок. Например, еженедельная встреча команды. Вы можете сразу увидеть, кто несет ответственность за это событие. Я воспользовалась колонкой люди и назвала ее лидером. Тот же столбец, который используется прямо рядом с ним, используется, чтобы показать, какая команда связана с этой задачей. В данном случае это вторая команда. Следующие столбцы, которые мы видим, являются столбцами статуса. Во-первых, он сообщает, к какой категории относится это событие. И в этом случае это внутренняя встреча. Второй показывает приоритет, а третий показывает статус выполнения. Столбец состояния выполнения напрямую связан с другой, очень важной информацией, которая является дедлайном. Как я уже говорила раньше, сроки очень важны, и хорошо, что они контролируются. И это то, что дает нам эта автоматизация. Показывает, сколько времени осталось до последнего звонка. Вероятно, это случилось не только со мной, когда проект не был выполнен в конкретную дату. Как видите, Mandi.com не позволяет нам забыть об этом. В такой ситуации также стоит знать, почему у конкретного проекта есть промах. Вместо того, чтобы писать или звонить, мы можем быстро оставить здесь записку с просьбой. Что случилось, что у нас еще нет готового обновления. Такое сообщение будет отправлено к Кубе сразу после отправки, которая получит уведомление на свой смартфон или компьютер. Это работает немного как мессенджер от Facebook, и весь разговор зависает здесь, под этим характерным пузырем. Мы можем использовать для этого обсуждение конкретной проблемы и размещение важной информации. Как и в случае с ежедневным собранием команды, где в разговоре на самом верху закреплена информация, например, может быть ссылка для видеоконференции. В центре бесед есть тоже другие интересные дополнения, которые как сбор писем с вложениями или создание простых опросов. И мы можем, например, написать 1, 2, 3 или 3, 4, обозначить собакой кого-то имя, написать, пожалуйста, выберите правильный вариант, и тогда данный человек выберет правильный вариант, то, что на данный момент им подходит. Добавление файлов также очень полезно. Файлы всех видов, фотографии, текстовые документы, PDF и другие также могут быть добавлены в специальную колонку. Это делается довольно легко, потому что вам просто нужно выбрать местоположение файла, например, с локального или виртуального диска, такого как Google Drive, и нажать «Добавить». Таким образом, мы соберем всю необходимую документацию в одном месте. Возвращаясь немного к организации работы и планированию, и в то же время переходя к последним столбцам этой таблицы, я немного расскажу о цифрах. Колонка с оценкой рабочего времени помогает оценить выдавление ресурсов, что, как я уже раньше говорила, является одним из ключевых элементов при удаленной работе. И прямо рядом с колонкой «Ослеживание времени», которая показывает нам реальное время, выделенные для нас отдельные задачи, эти данные особенно полезны, когда приходит время для отчетов. Но о отчетах и информационных панелях, в которых мы можем их легко сделать, я расскажу вам немножко попозже. Теперь несколько слов о досках и папках. Как вы уже заметили, каждый массив выглядит как Excel. Есть стихи, в которых я сама писала задания, и столбцы, в которых благодаря своим уникальным атрибутам позволяют визуализировать конкретные параметры. Но в Monday.com мы можем сделать немного больше, чем в Excel, потому что у нас гораздо больше возможностей для демонстрации, даже если мы получаем большое количество уникальных столбцов, из которых нам приходится выбирать. Все они могут быть найдены здесь. Столбцы, которые отвечают за отображение статуса, добавляют людей, ответственных за определенные действия, или те, которые позволяют нам точнее вычислить. Именно потому, что у нас есть этот выбор, Monday.com позволяет настроить практически любой процесс. Будет ли это связано с определенными местами, или потребуется команда для голосования, или это будет более сложным, и многократные выборы будут необходимы в рамках одной проблемы. Здесь мы можем найти множество конкретных решений. Здесь показано, где находится папка продаж, где наш отдел продаж имеет свои доски объявлений, на которых они собирают, среди прочего, потенциальных клиентов и данные, необходимые для связи с ним. Здесь также есть подробные возможности продаж, разбитые на конкретные этапы работы. Но это еще не все, потому что они также создали CRM для работы с текущими клиентами и их конкретными проектами. Два отдела сотрудничают в этом рабочем пространстве, поэтому следующая папка предназначена для маркетинга и для их деятельности. В креативном отделе есть две доски, подготовленные для управления апрелскими проектами. Одним из них является тестирование новых рекламных кампаний, а с другой стороны, они имеют всю информацию, связанную с производством контента. Какой, где и когда это должно быть выдано. Как видите, возможность редактировать содержимое каждого столбца и любые манипуляции с их порядком представляют вам множество возможностей. Я могла бы также добавить дополнительные свойства, такие как настройка видомостей, шаров и другие разрешения, которые могут быть распределены среди конкретных пользователей. Но я думаю, что самое интересное, что я могу вам сейчас показать, это же, конечно, являются автоматизацией. Автоматизация – это готовые рецепты, для которых, помимо прочего, позволяют избавиться от ручного повторения одних и тех же задач. Например, еженедельное собрание, как следует из названия, это событие будет цикличным. И чтобы не добавлять его вручную каждую неделю, мы можем использовать автоматизацию из раздела «Периодических действий». Чтобы запустить такую функциональность, просто завершите выбранные предложения. Каждую неделю в понедельник в 10 часов создайте новые события в группе «Текущая неделя», «Встреча с командой», назначьте лидера, в данном случае это буду я, и команду для участия в нем. Я хочу, чтобы вторая команда появилась на этой встрече. Кроме того, назначьте внутреннюю категорию и высокий приоритет. Мы можем также определить примерное время встречи, например, полчаса можем добавить или час. Затем просто нажмите «Добавить на доску», чтобы такая автоматизация уже была назначена данному конкретному событию. Как видите, у меня есть еще одно средство, которое меняет задачи после изменения их приоритета на следующей неделе. И в действии этого выглядит так. Автоматизация также чрезвычайно полезна, когда дело доходит до информации, поскольку она позволяет более точно и строго контролировать сроки и поток информации. Например, это автоматизация. Когда приближается дедлайн, напомни мне, наконец, приступить к работе. Еще один элемент, о котором я говорила раньше, это отчеты. Отчетность является очень важным элементом деятельности и особенно удаленной работы, поскольку она позволяет нам контролировать проект и дает обзор необходимой информации, которая иногда очень разная. И просто для сбора этих данных созданы информационные панели. Они позволяют агрегировать данные из разных таблиц и представить их в манере, адекватной их представлению. Например, у нас есть ламфарма, может изображать действия из области лотереи, запланированной для нашего интеграционного мероприятия в США, до которого, как вы можете увидеть, сколько осталось дней до конца. Серьезные данные могут быть представлены, например, в виде диаграмм, круговых диаграмм или других популярных диаграмм. Один из очень полезных отчетов – это отчет о рабочей нагрузке. В нем перечислены конкретные задачи, поставленные перед разными людьми в течение определенного периода времени. Благодаря правильной конфигурации мы можем проверить, у кого слишком много на голове, а у кого нет. Но отчеты, к счастью, являются жесткими отображениями. Каждый отчет позволяет взаимодействовать и представленных нами данных. Например, когда мы видим, что у конкретного человека слишком много работы, мы можем распределить назначенные ему проекты, чтобы не перегружать их в определенный период. В отчетах мы также видим взаимосвязь между конкретными задачами и то, как их производительность влияет на весь проект. Сводка сроков будет работать лучше всего в этой роли. Мы также можем использовать инструмент Dashboard, чтобы показать единый еженедельный план с конкретными задачами, где каждый резюме также дает доступ к деталям конкретного действия одним щелком мыши. Каждая компания имеет свои собственные требования и к отчетам понятно, поэтому мы можем создать здесь разные. Например, сборник всех проектов, которые пройдут в апреле. Или отчет, который показывает привлеченные внутренних ресурсов по категориям. Создание панели мониторинга очень похоже на управление панелями, поскольку каждый отчет представляет собой отдельный блок, который мы адаптируем к нашим требованиям, выбирая его основной атрибут. Например, мы хотим создать информационную панель только для нас, в которой у нас будет сфотка всех разговоров, происходящих по проектам, в которых мы брали участие. Для этого мы можем использовать этот элемент. Благодаря этому мы соберем все нити разговоров, в которых мы упоминаемся, или кто-то нас упоминал, и мы сможем держать руку на пульсе, контролируя дискуссии. То, что я сейчас показала, это просто такая маленькая часть возможностей манды-коп, а есть у нас также возможность отображать данные, содержающиеся в таблицах, альтернативным способом. Например, здесь мы можем проверить, как наши проекты расположены на карте. Благодаря этому мы будем легче бронировать маршрут, когда мы посетим все эти места. Информация из каждой таблицы может быть представлена любым способом, просто настроив другое представление. Например, вы можете перечистить все файлы или представить задачи в виде доски Kanban. Мне кажется, что моего монолога уже достаточно, поэтому теперь давайте перейдем к вопросам от вас. И я тоже большое спасибо вам за внимательность. Я думаю, подождем еще несколько минут. Так как я вам говорила, по правой стороне у вас есть возможность написать вопросы, те, которые вас интересуют. Если, конечно, вас интересует какая-то личная информация, как можно использовать разные платформы и в том же Manday.com в вашей компании, у вас тоже вы видите адрес электронной почты мой, так что можете тоже обращаться на электронную почту. А сейчас, думаю, подождем пару минут, так чтобы каждый имел возможность задать вопрос. Спасибо. Спасибо. Я вижу, что здесь Радослав написал, что спасибо большое за презентацию. Я также спасибо вам большое за внимание, за то, что участвовали. И вижу, что тоже написала Изабелла, спрашивая, для каких отделов компании такой инструмент будет самым лучшим. Как бы здесь нету одного решения. Как бы инструмент чаще всего используют в многих отделах, многих департаментов. Есть часто фирмы, которые используют как бы платформу Manday.com для всей компании. И то, что я вам показывала на самом начале рабочие пространства, которые называются Workspace, они предназначены для того, чтобы каждый департамент, каждый отдел фирмы имел доступ к своим папкам, к своим решениям, так, чтобы другие не имели доступа к тем информациям, которые не должны иметь. Алексей, вам также спасибо большое. Вижу, что кто-то еще печатает какой-то вопрос, так что секундочку подождем. Вам также спасибо, Изабелла. Я думаю, что подождем еще две минутки и посмотрим, если будут вопросы, тогда будем отвечать, если нет, тогда не будем тоже вас на силу держать. Конечно, если появятся у вас какие-то вопросы относительно удаленной работы или работы в фирме в программе Manday.com, приглашаю вас тоже по адресу электронной почты, которую я тоже написала в чате. Вижу, что вопросов нет. Я еще раз вам напишу адрес электронной почты, если бы появились какие-то вопросы. И думаю, что на сегодня будем тоже заканчивать. И как я написала, так что Екатерина Капличная, mapadoviniti.com, конечно, английскими буквами, не русскими. Если будут у вас какие-то вопросы, тогда жду сообщения от вас. И еще раз большое-большое вам спасибо за участие. Спасибо.